Приветствую вас! Давайте разберём наш вопрос. Меня зовут Анна, мне 26 лет, всю жизнь я терпеть не могу, когда ко мне проявляет нежность. Поцелую, поглаживание, касание обнимания. Единственное, человек, которого я воспринимаю, это моя дочь. Я люблю, когда меня целуют, обнимание касается людей из подвох. Меня раздражает её поглаживание. Я легко отпускаю людей к смерти близких отношений с 12-летними. Даже не плакала, полноценных отношений нормальных, куда у меня никогда не было. Я смотрю на подруги, не понимаю, как они любят ещё такую любовь, почему так происходит, что со мной не так. Благодарю за ответ. В первую очередь, здесь нужно увидеть следующий момент. Вы действительно считаете, что с вами что-то не так. Потому что вполне вероятно, что вы такой человек. Ну, вообще от природы. И дело здесь не в том, что с вами что-то не так, давайте вас сейчас будем лечить. А дело здесь в том, чтобы научиться как-то адекватно с этим жить. Вот. научиться адекватно с этим как-бы взаимодействовать. Вот. Это, мне кажется, куда более важным моментом, чем, например, то, что вы сразу говорите, что что-то со мной не так и так далее. То есть я не могу в данном случае с вами согласиться, что с вами что-то не так. Так. Вот. Теперь дальше. Сложно согласиться. Сложно не согласиться с тем, что мой коллега Кутрущев Игорь Леонидович сказал. Вот. Сказал. Он, в общем-то, очень правильную вещь. Вот. Поэтому его ответ я совершенно однозначно рекомендую. Вот. Дискомфорт. К изучению. И так далее. На мой взгляд, вам хочется отстраниться от человека и кажется, что он приблизился слишком близко к вам. Вот. Это дискомфорт. Дискомфорт. Вопрос заключается только в том, что это за дискомфорт, какого роли. Например, дискомфорт, что я сейчас расслаблюсь и потом не очень буду как-то, вот, в целом, в целом, вообще, например, понимать, что мне делать. Вот. Дискомфорт. Или момент в том, что я как-то не очень вообще даю своим чувствам реализоваться. Вот. Как-то не очень я даю своим эмоциям выражаться. Вот. Понимаете, да? Какая штука. Дело не в том, что вы не плачете или не переживаете, или, там, воспринимаете как-то вот, ну, болезненно или, наоборот, без болезненно, излишне. То, что, ну, происходит. Вот. Понимаете, да? так же. Поэтому, здесь, на мой взгляд, нужно смотреть. Вот. Здесь нужно смотреть. нужно смотреть и исследовать. Пока у меня есть ощущение, что вы просто максимально, что называется, закрыты от людей и открываться вы боитесь. Почему вы боитесь открываться? Хороший вопрос. Скорее всего это какой-то опыт, какая-то травма у вас произошла, что болезненно для вас открыться, тяжело для вас открыться, например. Ну может быть конечно и какие-то еще аспекты, на которые сейчас сложно обратить внимание, потому что информации об этом попросту нет. Вот. Просто ваш вопрос, да, вот он, знаете как выглядит, почему так происходит, что-то оно не так. То есть причину мы не знаем, мы не знаем вас. Но совершенно точно, что с вами все в порядке. Вопрос в том, комфортно вам так жить или нет. Хотите ли вы жить по-другому? Если хотите, мы поможем, если нет, то о чем поговорить. Вот. Поэтому делать что-то только потому, что вы, ну только потому, что вам кажется, что с вами что-то не так, на мой взгляд, довольно сомнительная история. Вот. Довольно сомнительная, я бы сказал. Затея. Вот. И мне кажется, что ничего хорошего из этого не получится. В принципе. Вот. Поэтому я рекомендовал бы вам об этом как следует подумать. Вот. Ну и проследить за своими чувствами устал. Вот. Любовь тоже штука весьма, как мне кажется, индивидуальная. То есть кто сказал, что есть вот какие-то, ну, критерии, скажем так, да, любви. Нет, нет, нет таких критерий. То есть все любят по-разному, все любят. По-своему все любят. Все любят так, как умеют. Вот. И вы, я уверен, любите так, как умеете. Вот. Мне кажется, вот такой, знаете, самый, вот самый, 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 самый момент, вот такой, ну, вероятный расклад. Это то, что в нежности вы видите угрозы для себя. Вот. Ну, а, как бы, от дочери, да, как бы, угрозы нет. Вот. То есть, как бы, ну, дочь, дочь, вот, ну, странно, вот, делать плохого. Вот. Вы понимаете, что, скорее всего, дочь вам не опасна. А после вас возвращают ее погладью, вас это расслабляет. Если вы, вот, ну, не привыкли, как-то расслабляться, да, вот, не привыкли отдаваться чувствам, да, вот. Ну, своим, своим чувствам. Не привыкли отдаваться. Вот. То, ну, естественно. Вас будет раздражать, потому что раздражение в данном случае это, вот, история про, про реагирование на угрозу. Вот. Какую-то. Вот. Какую угрозу вам, ну, скорее всего, никто не скажет. Потому что, потому что мы этого, ну, этого, мы этого не знаем. Вот. Понимаете, да? Вот. Как-то так. Какой-то вот. Такой ответ хотел бы вам дать. Я бы на это, по крайней мере, обратил бы, ну, я бы, я бы на это, по крайней мере, обратил бы ваше внимание. Вот. 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 Пожалуй, такая история. Вот. Пожалуй, вот. Такой ответ. Я мог бы дать вам сначала. С точки зрения, опять же, да, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Это всё. Буду благодарен вам за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ваши трудности и проблемы будут разрешены. А мы вам с радостью поможем, если вы захотите с себя разобраться и что-то изменить. Удачи вам!